Прямое включение из дома. Ну что, я решила сегодня нанести макияж вместе с вами. Буду пользоваться зеркалом, поэтому в камеру смотреть не будем. Ну и поболтаем чуть-чуть. Тон я уже нанесла и накрасила тушью брови. Это все, что я сделала. Ничего не оформляла, ни карандашом, ничем. Просто тушью для бровей. И на губах у меня, как всегда, масло какао. Я обязательно наношу, пока крашутся у меня губы вот в этом масле. Теперь берем бронзер. Так, бронзер Chanel. Этот бронзер, он вообще, знаете, на каждый день, вот днем, особенно возрастной макияж, конечно, это да. Возрастной макияж желательно на каждый день, тем более днем, делать жидким бронзером. Ну, моя кожа, по крайней мере. Пудра у меня на лице нет. Еще пока. Видите, как видно его. И в то же время, да, вот естественно такой вид. Абсолютно естественно, ничего лишнего. Ну, здесь окно, оно не так видно. Ну, вот в общем вот так вот. Прележь. Теперь я беру еще вот такую кисточку. Она плотная, тоже так же в бронзер. И закладываю сюда. И чуть-чуть наверх. Делаем такой лифтинг-макияж. За счет того, что средство кремовое, вообще ничего на веках нет. Ни в складках, нигде. То есть, вот у меня увеличительное. В 10 раз оно увеличивает. И вот поверьте мне, вообще, вот как будто так и надо. Все-таки макияж после 40, он такой. Надо все-таки делать лифтинг. Загласитесь. Уже куда деваться? Уже и брызг, и шейка. Начинает потихонечку увядать. Без фанатизма. Макияж. Мне сейчас вообще надо, знаете, куда выйти. Я сейчас хочу пойти. Все-таки прикупить себе весенние одежды. Так как у меня вообще, я прям ко всем. Уже весна, а я все хожу, мне уже жарко. И все в одном и том же. Мне надо срочно что-то купить себе. Вот и кроссовки, обувь мне надо. И какие-то футболки, какие-то джемпера. Не знаю, что там нужно. Что там не нужно. Вот такую кисточку. Это от Майк. Вот она плоская. И я еще по нижнему веку прохожу. Тоже бронзером. Так как он жидкий, он смешивается к стальнойным кремам. Все равно я чуть-чуть-то накатила на не то. Вот. И вообще классно получается. Прям молодеешь с каждым взмахом крыла. А, у меня румяна, значит, тоже жидкий. От F-CN Lurane. Уже тысячу лет. Здесь два цвета. Один розовый, а другой такой коралловый. Вот я сейчас тоже нанесу румяна эти. Не буду жалеть, потому что они абсолютно не пигментированные. То есть они такие, еле-еле-еле, видно, потом на лице почти не видно. Сейчас посмотрим. Сюда захожу. И опять эти цветные века. И с этой стороны так же. Так вот везде, всюду, даже тут чуть-чуть. Я захожу. Видите, вот их не видно. Но на самом деле, вот в жизни они намного ярче. Потом еще чуть-чуть сухих добавим. Теперь пудра. Моя любимка. Выбирай. Я так не жалею ее. Она не видна. Ее совсем не видно. Ей ничего невозможно замазать. Она просто дает такую красивую тему. Смотрите, сейчас я. И делаю вот так вот. Видите, какой эффект? Посмотрите, что творит эта пудра. Посмотрите, что она творит. Это вот просто находка для меня. Вот, по крайней мере, для моей кожи. Это супер. А для кожи молодой девочки, это будет вообще баллы. Вот просто баллы. Теперь давайте нанесем, давайте нанесем. Давайте нанесем. У меня есть такие еще румяна. Я хочу сверху все-таки румяна нанести, потому что они очень... Вот. Это румяна Аджей. У меня давно, а уже, не знаю, летная на шесть. Вот такой вот цвет. Потом персиковый. И тоже с шиммером. Вот. И тогда нам не нужен ни хайлайтер, ничего. Вот эти румяна. Кстати, вот тоже из ротянки. Обратите внимание, они классные. Сверху чуть-чуть. Опять на носик. Чуть-чуть сюда. Опять глазки. Не забываем. И все. Видите, ничего. Брови, тушь, тональный крем. Сейчас накрасим ресницы вверху. И бредлядно. Все. Все. Тушь. Коричневая. Это прикольно. Видите, такой вот коричневый. Очень красиво следит на ресницах. Очень естественно. Она такая не сильно жидкая. Она такая суховатая. Я люблю суховатую тушь. И ресницы такие бархатные получают. Отлично. Макияж закончен. Сейчас накрасим губы. Кстати, вот эта кисточка. Я ей не пользуюсь для хайлайтера. Я ей чищу. Если вдруг что-то у меня тут осыпалось. Не знаю. Она так классно убирает это все. Лучше любой метелки. Она как метелка. И ничего не размазывает. Поэтому я ее... Она у меня какая-то... Вот. Она прям так хорошо-хорошо, если вдруг где-то что-то насыпалось. И тени или что-то она прям классно убирает. Заключающие. Это помада от Шарлотты. Минька. Понравилась мне. Буду покупать себе полный размер. Абсолютно естественно. Ничего не выпирает. В жизни ярче. С тобой пойдем сейчас, может быть, что-нибудь посмотрим. Подсмотрим. Хочу тебе кроссовки купить. И хочу тебе именно черного цвета. Мне нужны такие на каждый день, на ходовые, чтобы сейчас это дело. Там, не знаю, пошла гулять или туда, или сюда, чтобы они были не марки. И, в общем, хочу тебе именно вот темные какие-то. Ну, все. Долька на голове. Одела свой гольф. Надо его, конечно, уже, даже не обновить. Надо, конечно, купить что-то уже другое. Аромат дня будет у меня сегодня. Томас Космала номер 4 после любви. Вы все знаете, как я его люблю. Обожаю. Это прям мой-мой аромат. Не люблю его в холод. Люблю именно вот в такую погоду. Переоделась. Очень жарко на улице. Я даже не думала. Вернулась, сняла, одела вот тонкую. В общем, сейчас подходим к каньону, к каньону, к торговому центру, к МОЛу. Вот. И, в общем, не знаю. Хочу пойти посмотреть красотки. Адидас я хочу. Надеюсь, что они там будут. Мне нравится цепь. Здесь видите, и белое, и желтое золото. Классно смотрим. Сережечки. Красивые. На выход. Где тоже клевые. Ну что, зайдем в Зару. Посмотрим там что-нибудь мне. Джинсы что-нибудь такое интересненькое. Я взяла такой жгет померить. Такой же зам. Просто интересно посмотреть было, как он смотрится. Но не с этими джинсами. Взяла померить джинсы. Это Эст. Ну, она в Талии мне прям здоровая. Ну и другая модель джинс. Они с дырками. Вот. Ну тоже 36 размер. И как-то они мне прям здоровые. Ну, это ненормально будет. Вот. И взяла такую рубашку померить. Это Эмка, она мне здоровая. Вот. Ну, задумка классная. Переходим в другое крыло Мола. Вот через такой мост. Из одного Мола в другой. В зале мне ничего не понравилось, ребят. Вообще ничего не понравилось. Привет. У нас сегодня новый день. Как вам? Вот такая вот локация моя новая. Мне так удобно. Я сижу напротив окна. У меня просто дневной свет. И никаких ламп. В общем, вчера вы знаете, что я ходила на шопинг. И хотелось себе подыскать там обувь. Что я еще хотела? Какие-то футболки, жакет может быть. Но на каждый день, так как вот климат уже все. Мне нужно срочно было что-то себе приобрести. Просто срочно. Потому что носить было нечего. Вот. И хочу вам показать. Так, по мелочи ничего тут такого особенного не будет. Но все же приятно, да? Когда все новенькое. Кстати, аромат мой сегодня. Это наркотик Вей. Обожаю его. Весна. Его время. Здесь лилия, тубероза, специи. Очень красивый аромат. Женственный, шлейфовый, комплементарный. Весенний. И летом я его тоже купила. Я купила себе вот такие вот спортивные штаны. Вот. Вроде как обыкновенные. Но здесь, видите, вот сборочка такая на них. И манжет. Классное качество. Они тонкие-тонкие. Такие, как плащевка, но стрейчевые. Взяла себе медиум. М. Так как все-таки я люблю, когда вот они должны на мне висеть свободные. Обожаю такой стиль. Вот. Классные штаны. Нравятся. И взяла еще там же себе футболку. Футболка вот такого вот типа. Вы знаете, я люблю. Мне идет такое. Вот. Она плотная. Ткань прям плотная, реально. Но вот здесь это то, что надо. Сверху бомбер. Вот эти, например, штаны. Да. Кроссовки и вперед. Хоть куда. Хоть на шопинг, хоть гулять, хоть к подругам, хоть кофе попить. По-моему, супер. На каждый день. Вау. Кстати, давайте померяем, как это будет смотреться. Даже вот в таком комплекте, например. У меня бомбер от Zara. Вот спортивные штаны. Мои старые летние кроссовки. Белые. Можно любую футболку, конечно. И белую, и любую. И, по-моему, круто. И штаны классные. Зацените, девочки. Футболка тоже классная. Она, конечно, можно... Я ее под разные, естественно. И под джинсы, и под все. Ну. Ну, как вам лук? Вот. То я уже останусь в этой футболке. Пока останусь. Пока сейчас будем мерять другое. Следующее, что просто классное вообще. Посмотрите, какую классную я приобрела себе футболку. Это Tommy Killfiger. Она тоже плотная. Сзади. Вот так вот. Посмотрите, какая она классная. Я хотела Эску. Была только М. Она мне вот чуть-чуть большая. Но я все равно ее взяла. Я не удержалась. Померяй. Ну, вот. Смотрите, как смотрится. Видите, она М. Она чуть-чуть вот она мне большая. Но вот все равно. Все равно я ее себе взяла. Здесь она прям к талии сужается. Показать вам. Вот джинсы, допустим, какие-нибудь. По-моему, круто. Нравится мне. Следующее. Купила себе тельняшку. Тельняшка – это моя слабость. Но это тельняшка особенная. Видите, какой у нее рукав. Вот. И она тоже укорочена. Она говорится, правда, классная. Сейчас померяем. Ну, что, как? По-моему, классно. С джинсами, с шортами, с чем угодно. С кедами. Я сейчас просто в спортивных штанах. Классно. Вот. Еще, кстати, хотела вам показать. До этого я покупала себе жакет. И сейчас его вспомню. У меня есть такое летнее платье. Помните этот жакет? Я вам показывала. Она такая длинная, но не пощикалась. Где-то до середины икры. Посмотрите, как оно оригинально смотрится. С этим пиджаком, с жакетом. Да? Как будто бы просто, не знаю, подогнали. Платье мне здесь, если кисетик из рукавов. Если мне будет прохладно, я накину на себя этот жакет. Как вам? По-моему, будет очень круто смотреть. Что еще хотела вам показать? Купила себе класснючую-класснючую рубашку. Рубашка просто класснючая. Бомбовская. Такой рукав у нее. Это кожезам. Бренд, кстати, кому интересно, называется Pieces. Она очень крутая. Очень. Вы видите, какое качество. Она получается как бы сделана так, как будто сзади она короче, чем впереди. Спереди. Ну, прикольная. Прикольная, необычная. Естественно, под нее мне надо купить футболки. Какие-то у меня нет. Ничего такого нужно. Элементарные, базовые. Я не знаю, белая, бежевая, кремовая, черная. Можно даже с принтом будет классно смотреться. И вот такая рубашечка у меня. И самое главное, что еще я купила под эту рубашку. Естественно, не только под нее, но и вообще. Это я купила себе обувь. То, что я и хотела. Массивные, черные кроссовки, сникерсы. Как хотите, называйте. Это Puma. Посмотрите, как выглядят они. Это натуральный замш. Вот, они, ну, просто класснючие. Я уже в них ходила. Не знаю, это 38,5. Я все же, наверное, поменяю на 38. Все же мне они чуть-чуть большеватые. Ну, даже если не будет размера, ничего страшного. Но это же просто супер. И с этой рубашкой, да? Какое сочетание. Я думаю, я буду очень модная в этом сезоне. Вот. Ну, они классные. Они вот на сейчас. Это не на лето. Это вот на сейчас ходить. Сейчас я иду менять свою обувь, которую я купила. Мне надо ее поменять на другой размер. Будет сегодня сопровождать меня ганимет. Моя любовь. Под мой лук, по-моему, идеально подходит. В общем, пойду поменяю обувь. Хочу присмотреть себе браслет под эти часы. Не знаю, может быть, какой-нибудь такой скромненький. Мне надо, чтобы именно сочетался цвет металла. Вот. Ну, и вообще прогуляемся, может быть, беру от с собой. Может, пошупимся тоже. Обратите внимание на сумочку. Это я не с укротовки здесь. Но главное, ганиметом пахну. Вот такой мой лук. Свет не включаю, потому что вообще ничего не видно, когда я включаю свет. Так что, простите меня. В общем, идем и сейчас на 25 этаж. Едем, поднимаемся. Вот. И я хочу там посмотреть, что там за красота. Пыла пуди, так как обещали дождь сегодня. Кстати, я села в грузовой лифт. Смотрите, как выглядит грузовой лифт. Вот такую штучку одеваю, чтобы ни в коем случае не поцарапать лифт. Берегут. Класс. Я с другой стороны сейчас выйду. С торца. Ребят, ну что, я поднялась не на 25 этаж. Так как он закрыт, там надо было бронировать. Я решила вам показать здесь. Вот я нахожусь здесь у нас палисадник такой. Сейчас покажу вам. Как вам вид? Вот это, видите, сзади меня? С ограждением. Здесь гуляют с собачками. Очень удобно. То есть не надо выходить даже на улицу. Всегда здесь чисто и абсолютно никакого запаха нет. Вот здесь дальше у нас, смотри, какой вид, вообще потрясающий вид. Ай-яй-яй. Как красиво у нас здесь, здесь вот столики. Здесь еще есть столик. Здесь, если ты хочешь шашлычки пожарить, пожалуйста, тебе. Мангальные, да. То есть классно. Барбекюшница можно дома. Здесь еще одна лавочка. Вот еще один столик. Что здесь у нас? А здесь у нас много-много стучков. Кому нужно. Вот так вот выглядит все. Я одна здесь нахожусь, ребят. Но долго я так не протяну одна. Так что давайте дружить. Кто в Канаде живет, кто в Торонто, у кого есть время сейчас, я всех приглашаю к себе дружить. Давайте дружить. Мне срочно нужны подружки. Так что, девчонки, я здесь.